Добрый вечер. Это исторические факты о войне России против Украины, которая длится уже много столетий. Один из самых древних способов незаметно уничтожить оппонента – применить яд. Смерть жертвы списывали на естественную кончину и таким образом убийцу даже не искали. Этим оружием активно пользовалась Россия. В прошлом веке производство ядов там поставили на поток, когда в Москве была создана целая секретная лаборатория, которую курировали спецслужбы. Таким образом Кремль скрытно уничтожал врагов режима по всему миру. Среди жертв было немало лидеров украинского сопротивления. И вот вам исторические факты. Лаборатория смерти на службе Кремля. Нервно-пролитические вещества, парализовавшие мгновенно мышцы сердца, мозг. Пистолет-газета, отравленная дверная ручка и укол зонтиком. Как залечили бывшего президента Украинской Народной Республики Михаила Грушевского. Здесь могла быть рука Москвы или рука НКВД. Ликвидация лидеров украинского сопротивления с помощью разработок лаборатории. В стволах по капсуле с цианидом калия. Во время выстрела капсулы разбивались. В августе 2018 года на Ленина было совершено покушение. Фаина Каплан несколькими выстрелами ранила Ильича, когда тот садился в автомобиль. Это была уже не первая попытка лишить жизни кровавого большевика. Но впервые при покушении был использован яд, которым смазали пули. Ленин выжил, но идея использовать достижения медицины для устранения оппонентов кому-то из большевиков, очевидно, пришлась по нраву. Сначала был отравлен один из лидеров большевистского переворота Яков Свердлов. Вскоре во время несложной операции умрет конкурент Сталина Михаил Фрунзе. Так называемое принудительное лечение, во время которого смерть пациента была неизбежной, самый популярный метод уничтожения политических врагов в 20-30-х годах. Это последний киевский кабинет человека-легенды, бывшего председателя Центральной Рады и первого президента Украинской Народной Республики Михаила Грушевского. Это при нем в январе 1918 года был принят исторический акт о независимости Украины, вошедший в историю как четвертый универсал. После поражения украинской революции Грушевский жил в Праге, Женеве и Вене. Он отошел от политики и занимался лишь наукой. Большевики решили использовать его в целях пропаганды, предложив вернуться в Украину, в Академию наук. Бывший руководитель ОНР принял предложение и в 1924 году вновь оказался в Киеве. Но иллюзия свободы вскоре заканчивается. Соратников Грушевского одного за другим репрессируют. Его самого в 1931 году вместе с семьей отправили в столицу СССР. Выталкивают в Москву, в ту почетную командировку. Как только он туда приехал, он сразу был арестован. Правда, вскоре Грушевского освободили, но запретили покидать Москву. Тут он был под плотным надзором НКВД. В архиве СБУ есть дело формулярно Грушевского. Много томов. В окружении бывшего руководителя Украины было полно информаторов. 9 сентября 1934-го Михаил Грушевский поехал на отдых в Кисловодск. Эта поездка станет роковой. Грушевский умрет во время простой операции по удалению карбункула. Точнее, нескольких операций. Их почему-то проведут даже не в больнице, а прямо в санатории. Причем оперировать будет даже не хирург. Как вспоминала дочь Грушевского, вся спина ее отца была похожа на сплошную рану. Иногда резали по-живому. Екатерина, дочь, пишет, что лечит на ощупь. У бывшего главы ОНР развивается сепсис. Через несколько дней не выдерживает сердце. В советской прессе скупо сообщили, что Грушевский умер вследствие тяжелой болезни. Не уточнив, что в Кисловодск первый президент ОНР приехал абсолютно здоровым. А удаление карбункула было простейшей операцией даже в то время. Эти факты позволяют предположить, что легендарного украинца залечили, то есть убили. Но документальное доказательство, если и сохранились, то лишь в закрытых архивах ФСБ в Москве. Эти версии всегда упоминались, но ни одна из них не подтверждалась документально. Другая странная смерть сына украинского гетмана Павла Скоропадского Даниила. Часть украинского сопротивления в эмиграции видела в нем наследника гетманского престола и будущего лидера сопротивления. После смерти легендарного отца Даниил Скоропадский возглавил гетманское движение и поклялся служить освободительному делу украинского народа. Но в 1957 году он умер при загадочных обстоятельствах. Медики констатировали кровоизлияние в мозг. Скоропадскому было всего 53 года. По одной из версий, Гетманович Даниил накануне коснулся дверной ручки, на которую было нанесено неизвестное вещество. Производить препараты, от которых человек умирает вроде бы своей смертью, в Москве научились давно. Уже с начала 20-х при ОГПУ создается так называемый закрытый кабинет. Лаборатория, которая якобы исследовала происхождение опухоли. Истинная цель была другая. Эти исследования, особенно целевые, направленные на уничтожение человека, проводились в системе НКВД, в лаборатории Майроновского, известного полковника, доктора медицинских наук. Результатами чекисты остались довольны. Даже институт Склифоцовского не мог найти яд в крови умерших. Впоследствии страшное детище испугало самого Сталина. Сталин в 50-х годах очень боялся отравлений. Он поставил вопрос об аресте Майроновского. Лабораторию вроде бы закрыли, хотя на самом деле все наработки просто перешли в научные институты, где под ключ, по заказу чекистов, готовили нужные вещества и приспособления для их применения. Газета «Пистолет». Именно из такого двухствольного оружия был убит Степан Бандера в 59-м. Для убийства Степана Бандера искали особого человека. Это должен быть выходец его родины. Так в деле появился галичанин Богдан Сташинский. Архив службы внешней разведки. Здесь тысячи документов. Все досталось по наследству от управления КГБ, которое занималось агентурой за рубежом. В этой коробке дело Сташинского. Более полувека оно было под грифом «совершенно секретно». Оперативный псевдоним Сташинского – Тарас. Это был идеальный типаж для выполнения любых задач – от нелегал-резидента до шпиона. На тот момент агент Тарас уже не просто сотрудничал с органами. Он был опытным агентом-боевиком. Он хорошо стрелял из револьвера. Он проходил обучение по самбо-борьбе с маобороны. За его плечами – убийство нескольких командиров Ауновского подполья и одного из руководителей организации украинских националистов Льва Ребета. Следующая задача, которую ему дают – это, собственно, ликвидировать Бандеру. После войны Бавария стала второй родиной для многих украинцев, сбежавших из Союза, где из-за своих политических взглядов их неминуемо ожидали лагеря или даже смерть. Чтобы избежать покушения, Бандера постоянно меняет место жительства. Но КГБ вычислит его последний дом на Крайнтмайер-штрассе. Здесь Степан Бандера жил под именем Штефан Пополь. Задача Сташинского – из Советского Союза добраться до Мюнхена. По легенде, он должен был сначала несколько месяцев жить в Польше, затем в Восточной Германии и только потом попасть в Западную Германию. Мюнхен-Цаплин-Штрассе. Степан Бандера тут работал? Он работал здесь, и не только он один. Здесь работал и Ярослав Стыцко. Дом номер 67. Офис АУН в конце 50-х занимал второй этаж. Тогда, в разгар холодной войны, здесь печатали украинскую газету «Путь победы». На ее страницах звучал призыв к борьбе за независимость Украины. Бандера призывал Запад вместе с украинской повстанческой армией воевать против Советского Союза. Сташинский должен был не просто убить Бандеру. В Москве хотели, чтобы все выглядело как сердечный приступ. Для этого в спецлаборатории КГБ создали пистолет, стреляющий ядом. Это был усовершенствованный пистолет, который сначала разрабатывался немецкой разведкой. Профессор Плохий исследовал происхождение этого оружия. Вместо обычных патронов там были ампулы с цианистым калием. Выстрел должен был происходить, значит, в лицо человека, из близкого расстояния. Для того, чтобы эти пары человек вдыхал, а потом умирал. Чтобы смертельные пары не подействовали и на агентов, КГБ разработали антидот. Он принимал таблетку до убийства и после убийства. Пистолет имел два ствола. Второй выстрел в том случае, если жертва будет не сама. Очень редко Бандеру можно было застать без охраны. Так было и 15 октября 59-го. Сташинский выпил противоядие, завернул пистолет в газету и пошел на задание. Рабочий график Бандеры Сташинский выучил до мелочей. Он точно знал, когда лидер АУН заканчивает работу и едет домой. В тот день Бандера выходил через эту дверь в сопровождении двух охранников. Сташинский наблюдал с противоположной стороны улицы. Сташинский занимает позицию у окна на лестничной клетке. Глава руководства АУН приезжает домой в 12.50, ставит автомобиль вот там, в гараже, и здесь, возле подъезда, он вращается с охраной. Бандеры заходит в подъезд, делает несколько шагов. Затем поднимается по этой лестнице. На встречу ему спускается Сташинский, в руке держит газету. Роковая встреча произойдет между первым и вторым этажами. Раздастся хлопок, и струя цианида ударит в лицо лидеру АУН. Это квартира, где когда-то жил Бандера. Местные жители до сих пор пересказывают детали громкого дела. Да, это было здесь. Соседи говорили, что видели высокого мужчину, который кого-то здесь ждал. Затем они узнали, что он стрелял. Однако что-то пошло не по плану. Сташинский произвел два выстрела вместо одного. На лице Бандера останутся следы, которые и укажут на насильственную смерть. Было установлено, что у него были такие осколки от той ампулы. Замаскировать убийство не получится, а нападение скоро узнают в Европе и США. Степан Бандера загинул с ворожьей руки. В 62-м убийца Бандеры Богдан Сташинский сбежал в Западный Берлин и рассказал о убийствах украинских националистов. Это будет первое подтверждение существования лаборатории смерти КГБ. Именно тогда и станут известны чертежи шпионского пистолета с цианидом. 78-й год. Лондон. Болгарский диссидент Георгий Марков идет с работы. Вдруг в толпе у автобусной остановки его что-то кольнуло в ногу. Марков не обратил на это внимания и пошел дальше. На следующий день Болгарин умер. За 10 дней до этого неизвестный нанесет укол другому болгарскому перебежчику. Владимиру Костову. Правда, он выживет. Как оказалось, обоих укололи зонтиком. После 78-го года его называли болгарский зонт. Устройство спецслужб, встроенное в обычный зонтик. При нажатии кнопки на рукоятке из наконечника выстреливала капсула с рецином. Ядом, который в СССР использовали как химическое оружие. Рецин в несколько раз опаснее цианида. Идея со смертельным приспособлением даже легла в основу знаменитого французского фильма «Укол зонтиком». Через три года в 81-м вышла новая модификация. Воздушная трубка, стрелявшая рециновыми шариками. Именно так пытались убить двойного агента ЦРУ Бориса Коржакова в США. Его тоже смогли спасти. В конце 50-х годов для политических убийств стали использовать тяжелые металлы. В частности, талии и полони. Для летального исхода достаточно одной миллионной грамма. С тех пор все сложные изобретения заменил обычный кофе с полонием. Новый метод был опробован в том же 57-м, когда при загадочных обстоятельствах умер сын украинского гетмана Скоропадского Даниил. И был убит один из идейных лидеров организации украинских националистов «Лев Рэббет». Первый напиток с тяжелым талием приготовили для экс-капитана КГБ Николая Хохлова во Франкфурте. Но агента-перебежчика успели спасти. И ожидаемого эффекта публичного наказания не произошло. В другой случае использование полония в кофе более известен. Эти кадры в 2006 году облетели весь мир. Экс-подполковник ФСБ Александр Литвиненко в считанные дни буквально сохнет на глазах. Так как было с Литвиненко, где была какая-то очень большая доза, практически не было шансов спастись. Это была месть Кремля за правду, рассказыванную Литвиненко на Западе, о восхождении Путина на престол и роли российских спецслужб в этом. Книга Литвиненко «ФСБ взрывает Россию» имела огромный резонанс в мире. Занимался расследованием достаточно серьезных дел, связи уголовных, организованной уголовной преступности с людьми, которые уже находились очень высоко в российском правительстве. Была еще одна похожая смерть. Российский журналист «Новой газеты» Юрий Щекочихин через две недели превращается в старика и умирает. Официальная версия заключалась в том, что, естественно, Юрий Петрович, ну, естественно, в кавычках, умер от естественных причин. Называлась крайне редкая болезнь, так называемый синдром Лайла. Это острая аллергическая реакция. Щекочихин расследовал темы коррупции, взрывы домов в Москве и Буйнарске, и не только. Он в большей степени занимался проблемой обмена пленными и заложниками в Чечне. И активно занимался терактом в Дубровке в Нурдосе. Впрочем, тяжелых металлов в организме не обнаружили. Возможно, потому, что российские спецслужбы применили яд из нескольких компонентов. Тогда впервые появилось в нашем сознании словосочетание «бинарный яд». То есть яд, который состоит из двух компонентов, каждый из которых сам по себе обезвреден. Но сочетание одного с другим приводит к летальным последствиям. Подобный бинарный вариант – это нервно-паралитический газ «Новичок», которым были отравлены эксполтонник ФСБ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Один из разработчиков «Новичка» Вилл Мерзоянов вспоминал, вместе с их институтом этот газ исследовали и в КГБ. Мне известно, что параллельно с изобретением новых веществ КГБ имел свою лабораторию. Кремль, как всегда, все отрицает. Официально «Новичка» даже не существует, как и таинственной лаборатории «Икс» и ликвидационного отдела. Вот только странные смерти врагов кремлевского режима продолжаются. Кровавые ванны из оленьих рогов. В прошлом году весь мир узнал о увлечении Путина этим видом нетрадиционной медицины. Хозяин Кремля регулярно погружается в ванную, наполненную экстрактом пантов. Это молодые рога алтайских моралов, которые срезают весной, когда они еще не успевают закостенеть и поэтому наполнены кровью животного. Путин верит, что вот эти кровавые ванны омолаживают кожу. Но хозяин Кремля пользуется не только экзотическими методами. Ведь на него работают целые лаборатории, созданные еще при СССР. Как для кремлевских вождей там разрабатывали таблетки молодости и на что готовы диктаторы, чтобы выглядеть вечно молодыми. Исторические факты от Александра Мельникова. Операция «Молодость». Как продлевают жизнь Путина и Лукашенко. На него работают два института геронтологии. Поиски эликсира бессмертия. Есть кремлевская таблетка. Тайны долголетия американских президентов. 120 – это уже не предел. И секретная лаборатория для омоложения Виктора Януковича. В Советском Союзе хоть и рассказывали по телевизору, что секса нет, но желание выглядеть красиво никто не отменял. Особенно среди партийной верхушки. Желающих подправить второй пролетарский подбородок или нос хватало. Да и здоровье советских лидеров часто подводило. Эликсир жизни, пилюли молодости. Все это так жаждали получить советские вожди. Чтобы продлить свою власть, они готовы были создавать целые институты и засекреченные лаборатории. Наиболее активно среди лидеров технологии медолголетия пользовался Леонид Брежнев. Здравствуйте, дорогие юные друзья. Партийная верхушка была заинтересована как можно дольше сохранить его во власти. На территории бывших лагерей Колымы проводили сверхсекретные операции, в том числе на человеческом мозге, для того, чтобы как-то продлить человеческую жизнь высших партийных чиновников. Советские секретные лаборатории унаследовала Россия, и теперь они работают на этого человека. Ноу-хау, которые разрабатывались в том числе советскими медиками, они смогли поддерживать его здоровье максимально долго. Образ всегда молодого Путина активно использовала пропаганда. Это образ, который пришел с совкового времени, что лидер должен быть молодым, энергичным, всесильным. Он должен летать со стерхами, играть в хоккей. Это должно быть одно лицо, которому надо кланяться. И это в пенсионном возрасте. Похоже, без волшебной пилюли здесь не обошлось. Как вы себя чувствуете? Как у вас дела? Не дождетесь. Пластический хирург Дмитрий Слоссар говорит, Путин – настоящий рекордсмен по изменению внешности. Вот он в 2009-м. А это 10 лет спустя. Разница налицо. Здесь есть ботокс для того, чтобы разгладить морщины. Была проведена в свое время операция по коррекции носа и выровнен подбородок. Российский диктатор прибегает и к нетрадиционным методам оздоровления. У Путина есть серьезные проблемы со спиной. Для лечения он посещает, в частности, на Алтае каких-то знахарей, владеющих методиками альтернативной медицины. Под особым наблюдением еще и питание ВВП. Бывший шеф-повар Кремля эксклюзивно открывает некоторые тайны. Понятно, что с годами человек-то уже не молодеет. Есть и хронические заболевания. Тогда идет предупреждающая диета. Есть слабости и у нынешних руководителей. Владимир Владимирович очень любит мороженое. Не отставать от Путина пытается Лукашенко. И не зря с ним всегда рядом молодые девушки. Вот он с мисс Беларусь. А вот с молодой студенткой. Вот так белорусский диктатор приучал к здоровому питанию любителя Путина Стивена Сигала. Кушай на здоровье. Это очень полезно. И лицемерно беспокоился за народ. Ну зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать? Как ты будешь спать, как ты проснешься утром? Правда, такой образ не только работа умелых маркетологов. За здоровьем Лукашенко следит целая армия врачей и ученых. На него работают два института геронтологии, которые занимаются в принципе проблемами его здоровья. Наш эксперт, пластический хирург, увидел руку коллег на лице Лукашенко. Изменения формы век могут съездить в такой щадящей методике по подтяжке нижних век. Ну, немножко гиалуронной кислоты. Президент-беглец Янукович тоже пытался молодиться. Даже к алтайским шаманам ездил. Наверное, Путин подсадил. Тайные поездки Януковича вспоминает бывший глава его избирательного штаба Тарас Черновол. А еще экс-гарант любил оздоровиться нетрадиционно. Была еще одна оздоровительная практика. В одном из номеров было записано Янукович и две точки девушки. Он надеялся, что когда у него будет много активного секса с очень молодыми девушками, что это ему поможет. Ну, наверное, где-то читал историю о Ким Ирсене. Такой рецепт омоложения у диктаторов Северной Кореи существовал издавна. Для тамошних вождей созданы даже специальные ансамбли, где отобранные девушки могут не только спеть. Но не шаманы. Единственные держали в форме Януковича. Весь комплекс Межигорье, где он жил, создавался для комфорта и продления жизни. Он сам мне показывал пасеку, которая у него была. И пол этого здания, это крыша этих ульев. И ты всю ночь спишь сверху над пчелами. Атмосфера, говорят, это что-то невероятное. А это один из самых дорогих и секретных объектов, так называемая лаборатория Януковича. Это уникальная лаборатория по тем временам была. Ведь в Украине таких не было. Даже в мире единицы. Примерно оценивали 8 миллионов долларов. Здесь проверяли все, что ел, пил и чем дышал Янукович. Это прибор, контролирующий воздух по микробиологическим показателям. Мониторинг воздуха обязателен. А этот корпус окрестили Домом Наслаждений. Свой отдельный СПА-комплекс с полным погружением в удовольствие. В центре жизни Януковича была не государственная власть, даже не деньги, а ощущение, что он может бесконтрольно, бесконечно и беспрепятственно отдаваться тому, что у него называлось наслаждение. Наслаждение можно было получить в одном из десятков кабинетов, оборудованных по последнему слову техники. Была здесь своя криосауна. Под азотом подавалась минусовая температура до минус 170 градусов. Ее еще называют омолаживающей. Омолаживаться Янукович любил и в такой тайской комнате. Говорят, даже было две тайки здесь. Отдельно делали массаж. Может, и какие-то другие услуги оказывали. Среди самых интересных вещей в спа-салоне Виктора Януковича вот такая кислородная камера. Всего полчаса здесь заменяют полноценный сон. Говорят, что подобное было даже у короля поп-музыки Майкла Джексона. Как только после бегства все это у Януковича исчезло, сразу изменилась и его внешность. Это он до побега. А это после. Похвастаться своим крепким здоровьем легко могут практически все американские президенты. Исследователи Зеленойского университета сочли, что американские президенты имеют необычно продолжительную жизнь. И это при их напряженной работе. Практически все президенты США жили далеко за 70, за 80. И несколько их было, которые перевалили за 90. Роналд Рейган, если не ошибаюсь, жил до 96 лет. Средний возраст лидеров США к моменту инаугурации обычно достигает 55 лет. Лечащий врач выписал Трампу вот такое заключение о состоянии его здоровья, где провозгласил его, наверное, самым здоровым кандидатом в президенты за всю историю США. Но, похоже, дело не только в хорошей генетике. Там Барак Обама активно прибегал к разным методикам омоложения, как естественным, так и не совсем. Речь идет о сверхсовременных разработках американских ученых. На нужды медиков, которые занимаются вопросами долголетия, выделяется целый огромный бюджет. И действительно работают целые научно-исследовательские институты. Все новое, что появляется, сразу становится предметом закрытых каких-то технологий. А эти технологии позволяют значительно продлить жизнь. И это уже не фантастика, а реальное будущее. Есть лекарства уже для долголетия, что 120 – это уже не предел. Это как энергетические технологии. Популярным среди президентов остаются и пластические операции. Хирург Слоссер сравнивает фотографии бывшего президента США Дональда Трампа. За эти 10 лет не изменился. То есть как будто его там держат где-то в морозильнике. Здоровье, долголетие, омоложение. Борьба за это никогда не останавливается. Президенты и диктаторы тратят огромные деньги, чтобы продлить себе жизнь и молодость. Александр Мельников. Исторические факты. Это были исторические факты о том, что скрывает русский мир. С вами была команда ICTV Сергей Кудимов. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok